Ребят, всем ваше привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Как же круто, что в 2021 году появились смартфоны типа OnePlus 9R или типа Realme GT. Смартфоны, которые стоят чуть более 30 тысяч рублей, но при этом они практически флагманы. Здесь 870 Snapdragon, который набирает 630 тысяч баллов Antutu, этого вам хватит на несколько лет вперед. Здесь 8 или 12 гигов оперативной памяти. По размерам этот смартфон подойдет практически всем, и мальчикам, и девочкам, потому что он весит 189 грамм, а его диагональ 6,55 дюймов. А еще здесь 120 Гц дисплей, поддержка HDR10+. Супер плавная анимация, но те, кто пользовались OnePlus, конечно же, знают, о чем я говорю. Спереди и сзади корни горел глаз пятого поколения, толщина 8,4 мм. Короче, максимально кайфовый, удобный, хорошо лежащий смартфон, который работает очень и очень быстро, и не греется, как Snapdragon 888. А еще здесь стереодинамики, а еще, как у всех взрослых флагманов, здесь есть оптическая стабилизация изображения, для того, чтобы у вас ничего не тряслось, и фотографии получались более четкими. И самое главное, конечно, цена, в районе 35 тысяч рублей. Еще год назад, в 2020-м, таких смартфонов не было, а теперь они есть. Неужели он такой идеальный? Я уже где-то дней 10 хожу с этим смартфоном, давайте расскажу о нем. Меня зовут Фил, канал Честный Блог, погнали! У вас наверняка интересует вопрос, а что это за штука у меня сзади? Я прямо сейчас нахожусь в Крыму, это недалеко от Евпатории, поселок Витина. И это радиоастрономическая обсерватория. Самое классное, что можно вот так вот близко к ней подойти и делать фотографии, и снимать видео. Причем она была открыта в 1960 году, то есть 51 год назад. Вот такие крутые штуки в Советском Союзе строили, чтобы обозревать космос. И я подумал, что, конечно же, про этот крутой телефон OnePlus 9R нужно рассказывать именно здесь. На фоне вот такой крутой космической радиообсерватории. Кстати, если вы хотите приобрести OnePlus 9R, а может быть хотите Realme GT взять, или Pixel, или Sony, или Samsung на Snapdragon, я вас отправляю к моим друзьям, которые находятся в Москве. Это компания Cyphrus, внизу отправляю ссылку, переходите, посмотрите, у них хорошие цены. Конечно же, доставка по всей России. Ну и самое главное, если по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, то вам придет подарок, так что welcome. На мой взгляд, вот тот форм-фактор, в котором сделан этот смартфон, является одним из самых идеальных. Потому что он ни большой, ни маленький. Еще расскажу, диагональ дисплея 6,55 дюймов. Это AMOLED дисплей, точнее, в OnePlus его называют Fluid AMOLED. 120 Гц частота, поддержка HDR10+. Вот именно этот смартфон можно без проблем называть убийцей флагманов, потому что когда флагманы стоят 70, 80, 90, 100 тысяч рублей, этот смартфон, а также Realme GT за 35 тысяч рублей дают практически полный функционал настоящего флагмана. Здесь нету только пары вещей, которые есть в настоящих флагманов. Это влагозащита, по стандарту IP68 ее здесь нет, здесь нет, в принципе, вообще никакой влагозащиты. А также здесь нету беспроводной зарядки и реверсивной зарядки. По большому счету, все остальные атрибуты настоящего флагмана, даже быстрая память UFS 3.1, здесь все это есть. 8,128, 12,256, нет поддержки карт памяти, конечно же, есть поддержка двух сим-карт. В руке лежит очень хорошо, потому что сзади у нас матовое стекло. И вообще, я бы сказал, что в черном цвете выглядит очень-очень стильно. Только не забывайте, что стекло разбивается, когда падает, поэтому чехол, который идет в комплекте, вам сильно поможет. У дисплея нет никаких закруглений, поэтому большинству людей он подойдет. Фронтальная камера находится слева наверху, тоже вполне себе удобный вариант. Сверху динамик и снизу динамик. Также стекло покрыто защитной пленкой с завода. Еще раз возникает вопрос, интересно, может быть на камере сэкономили? Чтобы вы понимали, я сделаю сравнение с OnePlus 9 Pro. Да, я здесь поделаю фотографии на этот смартфон и OnePlus 9 Pro. Поделаю фото и видео, и вы поймете, какая между ними разница. Как вы понимаете, одной из главных проблем флагманов 2021 года является Snapdragon 788. И, конечно же, он очень быстрый, это здорово, да, но при этом он троттлит, это раз, а во-вторых, он греется, это два. И я уверен, что большое количество людей хотело бы, чтобы у них на флагмане был не 888, а 870 G-процессор. Он отличается по производительности примерно на 150 тысяч баллов. Но я бы сказал, что в жизни это вообще никак не отражается. Конечно же, большинство игр, которые вы будете запускать на этом смартфоне, они будут летать. Да, с Genshin Impact, как и у всех других смартфонов, будут проблемы. Во всем остальном, этот смартфон летает. 120 гердисплей дает очень крутое взаимодействие. Все суперплавное. Мне очень нравится, как отрабатывает анимация на экране. Этот процессор успевает проработать всю анимацию, и при этом не сильно нагреваться, и еще не очень сильно выносить аккумулятор. Про аккумулятор мы поговорим чуть попозже. Вот несколько раз я запускал Antutu, смотрите, 649 тысяч нагрелся до 42,3 градусов, 650 тысяч нагрелся до 42,2 градусов, и 640 тысяч нагрелся до 41 градуса. Что самое интересное, за время проведения теста теряется порядка 4% аккумулятора. Обычно на 888 Snapdragon теряется порядка 5 и даже 6%. Это когда я делал тесты на, например, Mi 11 Ultra и так далее. Поэтому по уровню производительности этот смартфон оставляет очень приятное впечатление. Ну и, конечно же, когда мы пользуемся смартфоном, нам важен виброотклик. Хотя многие, на самом деле, говорят, что он не важен, и его часто отключают. Мне важен, и мне нравится, как виброотклик работает здесь. Это такое очень приятное постукивание, аналог Taptic Engine. Ну, короче, класс. И самое главное, что эта вибрация, она глубоко интегрирована в систему. То есть, когда ты совершаешь какие-то движения, виброотклик дает очень приятную тактильную отдачу. А вот на сколько 870 G-процессор выносит аккумулятор? Здесь у нас аккумулятор на 4500 мАч. Супербыстрая зарядка в 65 Вт. Идет в комплекте, заряжает от нуля до сотни. Как вы думаете, за сколько? 40 минут. 40 минут. Это, конечно, очень крутой результат. Ты просто кладешь смартфон на 15 минут, и у тебя процентов на 60 он зарядился. Очень круто. Здесь давайте мы не будем никого обманывать. У нас все-таки топовый процессор. Не супертоповый, но топовый. Поэтому, очевидно, он будет тратить электроэнергию. Это не тот процессор, который будет тянуть очень долго. Та же самая аналогия с автомобилем. Невозможно купить быструю машину, при этом чтобы у нее был расход 6 литров на сотню. Нет, расход будет 12, 15 или даже 20. Поэтому что у меня получалось? Смотрите. Вот у меня осталось 14% аккумулятора, и экран проработал 4 часа 11 минут. Соответственно, полностью будет примерно 4,40. А вот другой вариант, 16% у меня осталось, и при этом смартфон работал 5 часов 39 минут. Это прямо уже хороший результат. Или вот 3% заряда осталось, и смартфон проработал 5 часов 12 минут. Ну, то есть, что можно сказать? Этот смартфон работает по аккумулятору на 4 с плюсом. 5 часов с лишним, это хороший результат, особенно когда мы говорим про флагман. До вечера доживает, но на второй день, конечно же, не хватит. И по звучанию, кстати, здесь все тоже очень хорошо. Потому что, во-первых, есть стереодинамики, это раз. Во-вторых, здесь есть поддержка высококачественных кодеков APTX, LDAC и AC. Ну и Bluetooth версии 5.1. Кстати, друзья, совсем скоро ко мне придет OnePlus Nord 2. Я тоже про него сниму, конечно же, видео, расскажу, что в нем хорошего и плохого. Пока не очень понимаю, как к этому смартфону относиться. Надо обязательно его пощупать. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. И еще, я думаю, записать специальное видео с самой полезной фишки, которую вы можете использовать на OnePlus 9, 9 Pro и 9 R, конечно же. Поэтому, если вам нужно такое видео с самыми крутыми фишками, напишите, пожалуйста, в этом комментарии, обязательно такое сделаю. Ну и, как и обещал, друзья, прямо сейчас камеры. Причем мы будем сравнивать 9 R и 9 Pro. Ну и, чтобы вы понимали, цена на 9 Pro сейчас 62 тысячи рублей в том же самом цифрусе. В целом разница практически в 30 тысяч рублей. Ну и прямо сейчас вы будете смотреть на фотографии, а я вам буду рассказывать. Sony IMX586, основной модуль на 48 Мп, апертура 1.7. Также есть широкоугольный модуль 16 Мп, это Sony IMX481, апертура 2.2. Также у нас есть макрообъектив на 5 Мп, апертура 2.4. И модуль для портретиков на 2 Мп, апертура 2.4. Еще раз напомню, что у нас здесь есть оптическая стабилизация, есть цифровой зум, есть возможность снимать 4К видео. Конечно же, поддерживается HDR-съемка, можно сделать фотографии в формате RAW, для того, чтобы потом их обрабатывать. Есть профессиональный режим, где вы можете менять вручную все необходимые параметры. Ну и что в итоге можно сказать по поводу фотовозможностей? Они на самом деле очень хорошие. Да, это не флагманский уровень, но все равно, безусловно, хорошие фотографии вы на этот смартфон делать можете. По оптике разница лишь в том, что в девятке Pro у нас есть оптическое увеличение и более честный портретный режим, а здесь такого нет. Здесь все увеличение цифровое. По большому счету фото возможности этого смартфона меня точно устраивает. Ну и давайте подведем какие-то итоги. Мне кажется, что это очень классный вариант, когда вам нужен топовый процессор, топовый смартфон, который круто выглядит, который хорошо лежит в руке, в котором есть премиальный материал, но при этом он не супердорогой. Именно поэтому мне кажется, что Realme GT, Poco F3 Pro, а также OnePlus 9R являются очень хорошими смартфонами, чуть выше 30 тысяч рублей. Кстати, можно сделать сравнение Realme GT, Poco F3, а также OnePlus 9R. Если такое видео вам нужно, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а я остался этим смартфоном доволен. Мог бы и дальше им пользоваться, но надо переходить на другие телефоны, тем более, что сейчас будет презентация новых продуктов от Samsung. Надо будет пробовать и Fold 3, и все остальное. Так что там будет чем заняться. Но 100% могу вам рекомендовать этот телефон. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь я вам рассказываю мою правду про каржеты, которыми я активно пользуюсь. На этом все. Всем большое спасибо. Не болейте счастливо и пока. Да, приезжайте в Крым. Здесь классно.